Вот Нижний Новгород. В Нижнем сыграли одну, проиграли одну, выиграли, хотя как бы думали, что нам там не дадут этого сделать. По холодильнику капитана Лока Ангары можно изучать волейбольную географию России. С каждой выездной игры Яна Седова привозит новый магнит. Сейчас в коллекции Яны больше 30 экземпляров. Есть риск того, что больше пополнения не будет. Основной состав Лока Ангары объявил забастовку. Девушки перестали тренироваться из-за того, что уже 4 месяца не получают зарплату. Когда март начал подходить, вот к концу, мы решили, что уже пора, потому что уже апрель месяц, там остается всего один месяц игровой. И если мы уйдем в отпуск, так, то там вообще про нас забудут. Как бы и на следующий год, я не знаю вообще, будет тут волейбол, не будет. Мы не то, что просто мы, мы не хотим сегодня тренироваться, а это как бы уже последняя мера. На данный момент, чтобы завершить сезон, иркутянкам необходимо 7 миллионов рублей. Из них больше 6 миллионов – задолженность перед игроками и тренерским штабом по зарплате. Такая ситуация сложилась из-за того, что в начале сезона главный спонсор команды отказался от ее содержания. Второй спонсор бесплатно предоставляет помещение для тренировок. Из областного бюджета Лока Ангаре оплачивает перелеты в другие города. Зарплату из областного бюджета оплачивать нельзя. Я вам могу сказать, что мы сделаем все, чтобы сохранить профессиональную команду. В ближайший месяц мы точно должны четко сказать, что команда будет сохранена, у команды будет финансирование, которое будет обеспечивать команду на игровой период, на ближайший год. В этом сезоне волейболисткам Лока Ангаре осталось провести еще 6 матчей. 4 из них должны пройти в Иркутске. Если спортсменки продолжат забастовку, то сезон для них будет завершен. Кроме того, клуб оштрафуют на 400 тысяч рублей. Чтобы избежать таких серьезных мер, руководство клуба приняло решение выставить на оставшиеся матчи молодежный состав. Основные игроки выступать отказываются. Стоит отметить, что за свою почти 80-летнюю историю женского волейбольного клуба в Иркутске такая ситуация первая. И остается надеяться, что она разрешится в пользу большого спорта. Павел Марчуков, Михаил Глызин. Новости по будням.